здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок неподдельный интерес у многих многих зрителей вызывает вопрос как все-таки правильно приготовить биопрепараты дома существует достаточно большая линейка биопрепаратов и на основе сенной палочки на основе триходермы и на основе бациллюстрингенсис которая является природным инсектицидом к воспроизводству их домашних условиях они не дешево они не всегда доступны в продаже не во всех регионах в то же время по интернету гуляет немало каких-то советов довольно странных как это можно сделать дома чего только не предлагают предлагают и разбодяживать варенье и на старом варенье бродить какие-то бродиловки которые якобы помогают для борьбы с болезнями и вредителями рекомендуют варить сено солому в которых потом будет разводиться естественно живущая там сенная палочка бациллю субтилис которая входит в основу вот таких препаратов как фитоспорин и бактофит и других и так далее при этом все эти советы не выдерживают никакой совершенно критики варенье и сахар даже когда делают какую-то дрожжевую подкормку совершенно в этом случае не нужны дрожжи питаются сахаром они могут потреблять различные сахара однако же они не растут при этом для того чтобы микроорганизмы росли им нужен источник азота фосфора калия кальция натрия и всевозможных других веществ варенье их нету тем более нету их в обычном рафинированном сахаре поэтому поднятие пены там и какие-то процессы которые можно наблюдать в процессе жизнедеятельности микроорганизмов не говорят о том что микроорганизмам там хорошо и не говорят о том что они там как-то активно размножаются они просто функционируют причем функционируют зачастую какая-то небольшая их часть и чаще всего дрожжи которыми контаминированы банка посуда ложка вода и все остальное то что вы используете при приготовлении этих препаратов еще удивительнее когда люди утверждают что когда они используют чуть-чуть подбродившие варенье разбавляют его добавляют туда биопрепараты и там все бурлит это значит они хорошо растут там хорошо растут дрожжи с помощью которые изобродили это варенье у нас есть несколько рецептов воспроизводства биопрепаратов таких как триходерма например на зерне или на крупе а также бактериальных препаратов на основе там бацилю субтилис или бацилю стуренгенсис в овощных отварах качестве овощного отвара вы можете брать отвар от картофеля вот я здесь взял отвар от тыквы у меня осталось я отварил тыкву она содержит множество питательных веществ для бактерий и в отвар капусты какие-то любые другие полноценные отвары вы заселяете туда препарат например чайную ложечку фитоспорина вот на такой объем будет вполне достаточно чтобы воспроизвести препарат какие есть камни подводные здесь конечно же для того чтобы воспроизвести препарат качественно вам необходимо тщательно вымыть вот эту всю посуду я ее мою с помощью отбеливателя белизна с помощью хлор содержащего отбеливателя его развожу наливаю полную бутылку выдерживаю например в течение ночи или суток столько сколько мне надо промываю ее промываю все остальное чем я работаю для того чтобы снизить загрязнение другой нежелательной микрофлоры первую очередь дрожжами если речь идет о зерне то она конечно должно быть пропарено и посуда должна быть тоже как следует вымыто понятно что там ведь может жить очень много всего остального а нам нужен только наш активный препарат есть еще другой рецепт который может показаться более удачным для кого-то и или являться препаратом рецептом выбора поскольку большинство этих бактерий живут на достаточно низко полноценных средах им нужны минеральные источники азота фосфора калия кальция натрия и так далее вот и какой-то источник энергии то могу предложить вам следующий рецепт для воспроизводства биопрепаратов в качестве источника солей можно взять вот такие вот жидкие удобрения для цветов мне нравится белвита наша белорусская но на самом деле любое другое которое продается в магазине в вашем регионе тоже подойдет развести его нужно по инструкции вот здесь написано что один колпачок удобрения разводится в полтора литрах воды вот здесь у меня полтора литра воды есть соответственно я сбалтываю его как следует и один колпачок сюда вливаю затем для того чтобы обеспечить бактерии источником энергии сюда можно добавить либо рафинированный белый сахар можно добавить например крахмал потому что те же препараты из фитоспорина или другие подобные эти бактерии хорошо утилизируют крахмал поэтому его можно добавить в сухом виде его можно добавить в виде клейстера совершенно соответственно я сюда где-то порядка столовой ложки добавлю крахмала он его прекрасно здесь мест размешаю как следует потом размешается и для того чтобы ускорить развитие наших бактерий чтобы дать им дополнительное количество витаминов каких-то белковых небелковых веществ я сюда подливаю дрожжевой отвар вот такие дрожжи или сухие дрожжи 100 грамм вот таких дрожжей или 25 грамм дрожжей сухих необходимо прокипятить не менее чем в 100 миллилитрах воды но можно и в 200 миллилитрах воды это не принципиально главное чтобы их было не меньше чтобы они прокипели там как следует прокипятить минут 10 для того чтобы они там уже не функционировали здесь не дрожжи росли а тот препарат который мы сюда занесем соответственно влить его сюда на эти полтора литра воды и далее заселить туда ту бактерию которая нам необходима если это например мы будем размножать фитоспорин то в этом случае надо взять чайную ложечку фитоспорина я здесь буду разводить битоксибацелин потому что мне надо продолжать борьбу с земляными муравьями я буду потом разводить этот препарат примерно 100 миллилитров на ведро воды ну я буду делать даже наверное крепче потому что я могу воспроизвести очень много и соответственно буду подливать под камни где у меня располагаются муравейники но точно таким же образом можно заселить сюда липидоцит можно бактофит можно фитоспорин или триходерму вот в этой бутылке и некоторые уже знают те кто смотрел видео про обработку томатов с помощью триходермы вот у меня там уже совсем мало оставалось раствора соответственно я долил сюда точно такой же раствор и буду здесь выращивать триходерму дальше она у меня здесь сама воспроизводится соответственно я вот сюда добавляю битоксибацелин он здесь растворится постепенно все это поставлю в теплое место и на веранду поставлю закрою здесь не крышкой плотно а закрою бумажкой и прижму резинкой это можно сделать кусочком ткани ну чтобы уменьшить контоминацию попадание сюда всевозможных каких-то нежелательных микроорганизмов и для того чтобы обеспечить здесь газообмен для того чтобы газообмен был хорошим по возможности когда я здесь буду находиться при этой банке я соответственно буду его так вот сбалтывать чтобы в дышащие кислородом вот эти все бактерии этих биопрепаратов соответственно насыщались воздухом и как следует дышали чтобы росли как можно лучше я надеюсь что мой совет поможет вам правильно и грамотно воспроизвести биопрепарат оценить его готовность можно по отсутствию газообразования если вы например вот в такой бутылке выращиваете в принципе через сутки двое такой биопрепарат в домашних условиях вполне готов к применению обычная доза его использования это 100 150 миллилитров на ведро воды для опрыскивания и проливания почвы что ж на этом я с вами прощаюсь задавайте свои вопросы всего хорошего